Добрый день дорогие подписчики, вот после конференции по возрождению Тубета приехали к Кадилу Курахметову автору статей Тубета чуть-чуть пообсуждать, как проходит принятие стандарта Тубета если надо что-то, так вот оно и есть и получается так, что на данный момент идет такое обсуждение, что вот за бродец Тубета, по большому счету, взять вот эту вот слезяцкую овчарку здесь видите как, ну может быть это проще, если вот это вот сейчас взять, стандарты расписать на него, то ничего возрождать не надо в принципе а ничего не надо возрождать, потому что этих собак навалов, их вот по просторам Евразии, их наверное миллионы там возрождать ничего не надо, а мы как будто одним ростом черком пера сделали, все возродили, все нет, ну есть же собаки похожие, не похожие на вот, я тут все ваши фотографии Султана, всех других наделала презентацию вот примерно вот этот рисунок, который Султан с вами сделал и все, к чему мы должны стремиться ну да, это примерно так и есть, и они вообще не похожи на Сау да, они отличаются, даже здесь я вам скажу так, что здесь даже по большому счету не самые лучшие собаки, каких не доводилось видеть просто это как бы вот к фотографиям, то что мы нашли, это вот как бы наиболее такое это самое просто я несколько собак видел поинтереснее этих даже, но эти все равно, они как бы отвечают все-таки породным таким, как говорится, качествам, ну и других-то нет в общем-то изображений реальных собак и рисунок там как сделали, он же сделан не вот воображая как бы, а вот фотографии, то есть взяли 3-4 фотографии там где вот голова, где там как вот, стоит собака так, стоит собака так скомбинировали вот головы, анатомии, вот они и есть, то есть это не, как бы этот, эти кучи рисунки они сделаны не из воображения какого-то, а вот с реальных вот, причем с реальных собак ну понятно, особенно которые вот этот рисунок, вот этот классный они с реальных прям сделаны, собаки да, это с реальной собаки, голова с реальной, да, и тело, только с другой, с реальной собаки сделали просто потому что там собака лежит, а не стоит, ну где голова вот эта старая собака, которая с сишаком была сфотографирована, вот эти, они все однотипные по-любому и все, которые там чуть-чуть лучше, чуть-чуть хуже, ну примерно, они как бы в ту сторону и вот сал это, да, это срезерская овчарка хорошая, очень классная срезерская овчарка самая чудесная вот эта, да? да, а вот эта выше что вы говорите это нет, ну вот которые приняли рисунок вообще да я-то в принципе не специалист по табетам просто год как смотрю, нет, султан, еще много кто показывает фотографии в интернете сколько всего нашлось вот что интересно, что вот этот парень, как его, Искандер, да, зовут? он говорит, Вы не отличаете белое, черное ну как вот человеку-не собаководу можно взять, вот показать и что он скажет да, это отличается от этого это похоже на это, это похоже на это Почему он не отличает ? я не совсем не собаковод я уменьш추руюсь в данном вопросе, скажем так а человек не отличает и упрекает нас, что мы не отличаем вот он про сырость видишь, они, они не понимают что такое сырость смотрите, вот это petit ваш да, этот хороший это он вышка говорит вот что губы висят туда-сюда есть такая вещь у сырых собак да вот сырой тип если у них шкура не толстая они висят если а вот особенность казахских собак вот самая уникальная вещь которую я увидел это шкура шкура она вообще другая вот у симбернара шкура такая взял иголку тыкнили все так это как в пончик казахский собак я помню вот мы тут уколы ставили иглы гнутся они не втыкаются там такая толстая шкура она упругая толстая и втыкнуть и сама ткань такая мышечная она не пухлая как у рыхлых собак это пухлые кстати у сау они вроде как грубый тип а у них мышечная структура пухлая очень то есть она ближе к сырой идет они именно даже грубо сырые не по шкуре а по мышечной структуре грубо сырые потому что мышцы пухлые дут и это признак сырого типа вот и туда иголочку как это так в персик а у казахских собак мышцы не пухлые совершенно были такие вот сухие плотные такие вот и вот даже вот укол вот в заднее в бедро втыкнуть невозможно вот прям это прям такая беда была прям вот собака заболела лечить невозможно иглы бедром вот такие большие иглы вот такие толстые и вот под шкуру вот да даже не в мясо под шкуру протыкаешь так вот соберешь и очень очень такая шкура толстая она такая знаете как не как резинка вот такая вот висит она такая как жабо плотная на шее и губы очень толстые и вообще не висят вообще не висят никак то есть когда то и вот по морде вот если вот вы внимание что обратите шкура на морде самой она как будто как вот как будто слегка как вот от шарпейчика что-то такое она как бы не как вот знаете вот так вот у средизиазской овчатки морда толстая она как такая действительно ровная площадка такая она как квадратная такая то есть на нее смотришь как прямоугольник потому что там кожа тонкая и губы потом очень висят а у казахских собак шкура толстая она кого-то полукругом такая можно как труба получается только ты такая обкладка такая и губы они не висят такие толстые губы и они не висят даже грамм не весят или вот в чем дело это особенность породная а если допустим вот знаете вот так вот вот rice вот берется polynomia собака берется то кстати который пулях повишали получили дурегей потом все перемешались они уже в себе что несут они несут Metro породы и ту породу, и у них шкура не очень толстая, но окрупнение в чем ведем, да, висит, да, действительно. И у них мышечная структура, и сухожилийно-средоточный пород, он уже другой уже, он не тот уже, он не тянет, поэтому мышцы пухлые вот такие. То есть на увеличение идете, да, мышцы, вот такие большие мышцы, собака много ест, много пьет, как говорится вот такая вот, ну вот оно так и идет, поэтому это довольно сложный процесс, вот эту вот, вон ту особенность породы возродителю, это очень, я даже не знаю, как это будет, по большому счету, но если не стремиться к этому, не делать, то это точно не будет, как говорится. А если стремиться, возможно, в какой-то степени, вот это все учитывая, может что-то и получится. Во всяком случае, вот это вот будет такая вот, ну так куча работы с ним везти, везти, допустим, сколько-то, не знаю, много лет, наверное, там, не знаю, можно добиться к какой-то приближенности и какой-то особенности, то есть, когда, ну допустим, вот наша страна, допустим, да, вот это наша национальная порода, да, допустим, да, и сообщество волкодавщиков, да, действительно, мы видим отличия, особенности какие-то, а если этого не делать, ну вот, скажем, вот это наша национальная порода, а еще, знаете, как у нас же, вот они сейчас говорят, мы там тюбет у нас а происхождение откуда папы и мамы вывезли из Туркменистана вывезли из Таджикистана вывезли из Афганистана так вот такая вещь идет и что общество скажет так это среднезиатская овчарка и родина происхождения не Казахстан а Средняя Азия и Афганистан скажут вот так и будут смеяться все и все потому что отличаться не будет каких-то происхождение у нас в любом случае собаки все хоть как-то но со среднезиатскими овчарками смешаны все равно они смешаны либо с нашим ну почему наши хичи потому что они тоже дворняжки но это наши дворняжки они как бы смешаны с нашими а не с чужими ну да тут работать и работать знаете у нас то что вот в нашем обществе есть да собаки да тут работать тут непочатый край и по внешним данным и по физиологии и по характеру и по боевым качествам и по рабочим ой тут знаете столько работы нет почему вы вот как думаете почему среднезиатская овчарка бьется на бояк как вы думаете потому что они в чабанстве это бьющие они просто ритуально они не как как-то там питбуль там балликуда это просто собаки гладиаторы просто а это социальные но они бойцы потому что они там столетиями тысячелетиями там не друг с другом сражаются там за иерархию они с волками там с медведями с этими шакалами там бьются я тут как вот это интересовался да у вас на устьюрки все еще гиеной встречи вводится в недавнем прошлом гепарды были бы игры были вот вот последнего туранского тигра я человек 20 века убит кстати нам амурских тигров в казахстан поставят голландцы ну вот видите как где поставили у нас здесь специализация очень рухнет лучше чтобы это творить какой-то там пикбурь он не остановится балликуда не остановится например а вот обычно там среднезайская овчарка там пюбет там кавказская овчарка монгой они должны остановиться потому что это социальные животные они могут убить только при каких-то не какие-то вот специфических каких-то ситуациях допустим я просто слышал знаешь вот бывает вот такое что собака скажем какой-то скашары любые прибегает на новую туда и там может быть до убийства может быть может такой такие случаи я слышал но опять-таки насколько это правильно или нет я не могу судить но такие случаи я слышал спекуляция термин рисунок на рисунке группа сырая собака потому что они может два заседания назад решили то что этот рисунок будет а на прошлом заседании нет вот давайте вот этот рисунок саде опыта же мне скидывал интересные такие рисунки тибетских мастифов старый это старики рисунки вот а грубо сыры собаки это это чабан's общем там высокогорные собаки эти книги представляете это собаки чабаник комбьюца на тоже с медведями ولками там bossами высокогорные собаки вот такие улапvity галлова все в порядке что то там говорите как верят вот если там грубоirl錢 она не будет бегать на не будет h будет ещеgnat будет вот сырая собака могут выгр態 и свежей сlaveю но то по bronze типа грубо с игрой это Азиатских овчарок, которых ведут на укропление, у них как раз таки сырость проявляется именно в мышечной структуре. Она проявляется, пухлые мышцы, собака много ест, много пьет и так далее. Это да, проявляется, то есть оно в другую сторону ударить может, а внешне может и нет. Вот обеда в мышечной структуре, сырости нет. Да, она очень крепкая. У них, видите, в счет того, что вот эта крупная индексация по кости, даже не по кости, знаете, вот лапы и суставы очень крупные были, там сухожильная, то есть крупный сустав, сухожильная связочная структура очень мощная такая, очень крепкая. То есть, знаете, вот мышцы вообще делятся по, ну, определенным, ну, классификациям, скажем так, ну, там, да, типам, которые есть в мышечной структуре, длинные волокна, короткие волокна, ну, такая вещь. Вот, я так думаю, вот, 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 вот даже, вот, как бы, аналогию спорта, вот, 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 вот. Тренируются мышцей, все такое плеча. Вот, там где вот сухожилия, вот они, они, вот, развиваются, крепкие, мощные, там мышцы, они лучше одного типа. Это силовые мышцы. Они очень сильные, они не пухнут сильно, их трудно раскачать, но они дают большую силу, эти мышцы. А есть мышцы, которые легко накачиваются, они пухнут, пухнут, культуристы любят, они многоповторными упражнениями, вот такие мышцы все легче раздувают. Ну там как бы сила тоже есть, конечно же сила есть, но в сравнении вот с этими мышцами там сила не та абсолютно. И эта сила быстро утрачивается, если ее не поддержат, она просто и все. А эта сила, такая вот сухожилия, связки, изометрические всякие вот такие кучи упражнения, вот эти кучи мышц, вот эти белые волокна, даже если спорт бросить, и много лет ничего не делать, сила практически, ну может чуть-чуть только ослабнет, но она практически всегда остается, это навсегда, как говорится. Вот. И вот эти вот тубеты, которых я видел, вы знаете, вот у них не было пухлых мышц, вот у них не было их. Вот шкура была толстенная, такая там наплывная, а вот мышцы нет, мышцы такие твердые, сухие, такие вот такие, как деревяшки вот такие. А сейчас вот идешь, если нельзя сказать, овчатка красиво смотрится, вот такие мышцы рельефные, как у качка, пальцем ткнешь, оно так вот, оно опроминается там. Мне кажется, он даже не грубый, а грубо-крепкий. А там разные, там все зависит. Нет, а вы знаете, есть не только переходный тип, а между, а есть через тип, то есть он может быть сухо-сырой, сырой-сухой, может быть тоже запросто может быть. Нет, смотрите, это аналогия с казахскими лошадьми. Вы же видели этих косячных жеребцов? Я вот сюда не понимаю, почему. У него тоже шкура, иголкой не проткнешь, сухожилия такие, и вот, ну как бы аборгенная порода, они полудикие практически. А человек их пасет, практически вот они пасет, сам жеребец пасет кого, а чабаной только смотрит, где эти лошади время от времени ходят. И следит так, охраняется. Ну, считается, что да, что они злобные какие-то такие, у них копыток крупные. И вот они грубо-крепкие, эти конституции, поэтому, ну как сказать, если их сейчас начали перекрывать тяжеловозами и алтайскими лошадьми, и у них вот эта сырость появилась, и они не могут в природе жить. Ну, вот, это и есть такая вещь. Чтобы такие, видимо, животные, собаки, лошади, чтобы они в природе смогли жить, нужно много поколений в природе их держать. То есть их должно вымереть очень много. Только какие-то отдельные особи, где-то там вырылся какой-то такой, все-таки где-то там у него предки же есть какие-то. Вот он выжил. То есть там сто их сдохло, один выжил. Вот этот один дал потомство. У него тоже там сто их там сдохло, один выжил.